привет всем хорошим людям слава украине живи беларусь друзья появился хотя бы свет можно записать быстро видео как появится интернет опубликует вкратце хочу с вами поговорить о следующем госпропаганда луки впала в истерику и сняла целое видео как украина издевается мучает пограничников которые стоят на южных границах лукашизма как она применяет самые тяжелые методы психологического давления на пограничников луки как они страдают хочу вам тут кратце вырезал сюжет показать это также хочу показать как сегодня лука записал обращение к высу ну его пропаганда как они говорят смотрите войны не будет но если что а если что что мы сделаем с украины что мы сделаем я хочу вы это увидели это все-таки такой подарок специалистов пропагандонах записаны специально для лукашенко также хочу вам показать видео где пропагандон соловьев присоединяет екатеринбург украине потому что он объявил ему войну он хочет как украину стереть лица земли он же вчера рассказывал харьков стереет николаев стереет 24 часа объявляем войну то же самое он вчера такую же истерику по екатеринбургу закатил поэтому екатеринбург давай оборону готовься вводить коробороду делай ну еще несколько видео в которые хочу с вами поделиться поэтому не будем оттягивать неизвестно сколько будет свет начинаем они всегда адекватном поведении украинских военнослужащих мы неоднократно говорили в эфире ощутили неадекватное поведение украинских военнослужащих говорили в эфирах теперь делают целый сюжет что-то такое смотрите что-то на гостелевидении возле украинского флага висит и они пытаются замазать так сильно замазали что в принципе непонятно чей там флаг висит что за флаг может американский некий то белые оттенки может польский что же это за флаг надо спрятать просто скажем что неадекватное поведение украина вдоль границ повесил какие-то флаги с кем она граничит а это беспредел связан с кадровым голодом замазали все замазали беспредел кадрового голода ну давайте послушаем самом главном беспределе украины если прежде государственную границу здесь охраняли наши коллеги украинские пограничники то последнее время мы наблюдаем чаще представителей украинской территориальной обороны как правило они стараются не вступать в контакт с нашими военнослужащими а кто же с вашими военнослужащими погранцами будет вступать начала войны хорошо помним ваш главный пограничник страны дал слово за два дня до войны что ни одна единица техники не проедет на территории украины не будет никакого нападения со стороны беларуси но потом мы муж вручили наши 30 серебряных поэтому смысл общаться с теми кто ничего не решает только вот это рассказывает языком и ничего не может сделать поэтому с вами никто и не общается в предатели большую часть службы они находятся за сооруженными заграждения что же такое готовится встречать мало ли что готовят примерно два месяца назад наряду с государственным флагом украины в пункте пропуска был также еще и белокрасно-белый флаг и надо отметить что он облизи знаете монтажер замазывал замазывал этот флаг а этот так смело о нем говорит почему жжащих пунктах пропуска на участке близкой пограничной группы украинцы также вывесили флаги белокрасно-белого цвета но психологическое давление на белорусских пограничников только малая часть гибридного удара запада поняли психологическое давление повешиванию вдоль границы флагов настоящий беларуси родной флагов это гибридная атака на погранцов потому что у них сознание меняется вдруг они не под тем флагом маршируют и вообще защищают кого тот кто 28 лет удерживает власть силой а вот мы теперь переходим друзья к самому сложному и псо республики беларусь они решили ответить высовываем записывала видео что беларусы не нападаете не идите к нам в страну вас кроме смерти здесь ничего не ждет если вас заставят пойти выж подневольные вы оккупированные то уже лучше сдавайтесь нет пропаганда сказала муки надо дать видеоролик где мы грозно отвечаем украине ну давайте посмотрим кто кушает можете остановиться коллегам из вас у ваши цепсо запускают пафосные ролики с обращением к беларусам пытаются нас чем-то обвинить местами даже запугать но мы это с вами люди военные очень просто перейдете все умрете не запугивайте нас и понимаем что запугивание это удел слабых уже неплохо то что вы вспомнили вы нас так запугали чтобы все таких пишем ответ вы флаги вдоль границ повесили психологическая операция происходит да вы что генетическая память к вам начинают возвращаться хорошо было бы если бы вы вспомнили что наши деды и прадеды что пешком дошли до берлина погасили пяти концлагерей добили фашистов его лохами пока улыбчивая и толерантная европа сдавалась может быть вы еще вспомните кто они настоящие герои той войны так хочется материться потому что может быть вы вспомните вы на кого напали вы кого убиваете каких людей если об этом вспомнят еще и ваши слуги народа сегодняшнее противостояние можно будет остановить да вы что повторим то что не раз заявляли на всех уровнях если вы не хотите с нами войны и и не будет не провоцируйте нас не пытайтесь нас запугивать не нагнетайте и все будет так как вы хотите дело за вами мы войны не хотим и никому не угрожаем но на вызовы провокации ответим без промедления и что же происходит записывают крутой ролик и вчера 10 моторолинеров камикадзе вылетают с территории беларуси представляете на вызовы и провокации мы ответим белорусский гаюн нашел откуда они взлетают это чернобыльская область возможно там две деревни закрытая зона год туда никого не пускают по спутникам нашли что туда проторены дорожки возможным туда когда-нибудь что-то и прилетит но не говорите что это была провокация потому что оттуда взлетает и летит к нам в украину а вы же бедные ничего не знаете ничего не знаете подвозить и обеспечиваете обслуживаете российским солдатам задницу потираете рюмочку и наливаете хлеб солим даете уж ничего не знаете вы же не пугайте нас вот и вчера когда с утра вылетели камикадзе дроны украине объявили воздушную тревогу я хочу показать видео то есть первоклашки пошли в школу сразу понятно в бомбоубежище но не сломать даже вот этим белорусским прихвостнем лукашенко дух вообще всей страны вот нас огромное количество времени нет света нет интернета но наша высу самые крутые самые смелые парни еще раз им огромное огромное спасибо и девчатам и всем добровольцам которые помогают нашей стране поэтому вот так бомбоубежище в украине выглядела вчера в 10 утра первоклашки а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok И они там про братьев говорят. Вот наши братья. Пол Калиновского и наши сестры, которые живут в 21 веке, понимают, что такое добро, что такое зло. И, как говорят, одни из первых будут встречать оккупантов с вашей стороны, с хлебом-солью, только он будет, естественно, видоизменен и в положительную сторону. Чабар, кто не узнал со спины. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, очень хорошо сделано, я считаю, достойная фотография. В жизни так все и оказалось. Деду 70 лет, шарика вырос и теперь создает беду для всей планеты. Всех запугивает. Всем угрожает и всем рассказывает, я Великий Пу. Этот Великий Пу рано или поздно должен висеть демонстративно для всего мира. На виселице. Да, беду сделал Ельцин. Давай тебе, мразь. Теперь переходим. Про Украину, ну надо же сказать. Смотрите. Мрази, ну вот ж понятно, что он Украину обожает, он без нее жить не может. Здесь сатанисты. Сатанисты, ну и все сатанисты. Люблю я вас выводить на чистую воду. Когда я говорил Екатеринбургу. А, сатанисты не только в Украине, сатанисты уже в России. Хорошее начало. Когда я говорил, что бесы у вас ходят. Когда вы не смотрели на правде в глаза. Когда вы пытались защищать и говорить, Владимир Дольфович, ну зачем вы так в суд у меня подавать. Кто из вас скакал, сволочей. Ну смотрите, да, хороший такой. Пропагандон номер один, конечно. Истерики. У меня за вчера, наверное, видео семь есть. Его вчера так штормило. Я не знаю, что ему не дали. Тяжелых наркотиков. Он вчера на всех бросался. Просто налево, направо. На всех. Ну я только вот это вам оставил. Потому что все-таки сатанисты. Но наши люди, про наших говорит. Хотелось послушать. Удивился, что они, конечно, в Екатеринбурге тоже есть. И не хотел, чтобы был храм. А, храм. Теперь, что вы скажете, сатанинские выродки. Бесы. Как вы теперь будете реагировать? Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье. Это за минуту. Я после этого думаю, ну все, пойдут бороться с сатанизмом в Екатеринбурге. После этого вчера вечером оказывается Совбез говорит, мы начинаем, не дефицитализация, они ее закончили, не дефицитализация, они начинают с Украиной бороться и будут проводить десатанизацию Украины. Странно. У них в Екатеринбурге столько бесов. Одни сатанисты живут. И после Соловьева к вечеру решили все-таки новую программу реформ в Украине запускать. Через оружие, через все остальное. Друзья, не буду вас отнимать больше времени, пока еще могу сохраниться. Хочу подвести итог к этому видео следующим. Стасловно. Другиеomy. Другие Avenue в Украине. Сейчас еще Transparent. Другие Другие, рабе iPhone вынужден. И его Та хай тебе Ухопить кат Який же ты убейся Брат Живи у рідного Краю Котись в Московию Свою Ну раз причина Тут така И дорога в тебе не близька То я тобі Як друг и брат Можу дати Епизод Тарас Григорович Шевченко Украина Перебозе Добава бачу вам в Москві